Десятки коробок с посылками готовы к отправлению. Всё по заявкам бойцов. Бинокли, монокуляры и другая необходимая техника. Всё это было закуплено на средства, которые поступили в Республиканское отделение Российского фонда мира. Традиционно уходят всё, что нам заказывали бойцы. Всё мы приобрели для них, и оборудование, инвентарь, и технические средства. Но есть здесь и те вещи, которые поистине бесценны. Например, серебряный волонтёр из Рузаевки связала для бойцов тёплые носочки из шерсти. С заботой и любовью в прозрачный пакет упакована 21 пара. Также руками мастериц плетены маскировочные сети, сшиты специальные сидушки. Ещё из сделанного в Мордовии, но уже в другой категории, беспламенные нагреватели. Это разработка учёных из Мордовии, которая помогает согреть еду без огня. Подготовили посылки и к грядущему празднику. Мы не забываем о том, что скоро у нас День защитников Отечества. Ребята тоже получат свои подарки к чаю, потому что и во взрослом возрасте хочется чего-нибудь сладкого, вкусненького. Поэтому туда уходят полный набор к чаю. Конфеты и печенье, и чай, и кофе. Ну а помимо бойцов, есть посылки для юных жителей подшефного Мордовии Каланчакского округа. В коробках научные и художественные книги, которые собрали в рамках акции «От движения первых». Приняли участие школьники, студенты, даже дошколята с детских садов. Собрали более 350 книг, а именно 363 книги. Скоро машина доедет до места назначения и передаст бойцам весточки из родной Мордовии. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Присоединиться к нему может любой желающий. Реквизиты фонда вы видите на своих экранах. Ольга Данилова, Дмитрий Малахов. Народные новости.